девчонки всем добрый вечер но что я могу сказать настроение 0 позитива 0 веры в то что что-то изменится 0 хороших новостей тоже 0 я воскресенье нашла девочку чтобы смелин сидела как няню гувернантку в общем неважно нашла человека который должен был во вторник прийти уже на работу и так мы о цене сговорились она недалеко живет в общем всех все устроило плюсами там дополнительная работа после нас должна была быть и в понедельник вечером она мне звонит и говорит я не приду я сначала так знаете думаю нож что наверное думаю больше хочет денег или чтобы мы сейчас предложу или она говорит нет может зарплата в чем говорю причина вас зарплата не устраивает она говорит нет вы знаете вторая семья она до обеда должна была до 12 у нас работать после обеда должна за годик или полтора года девочкой ухаживать и они настояли на том чтобы перед тем как она выйдет к ним на работу чтобы она сдала тест и она в понедельник с утра сдала тест ну как мы тоже сдавали вечером он готов и она мне звонила где-то было уже пол девятого она говорит я ничего не могу понять симптомов нет ничего нет но мне выдали положительный результат и сначала позвонили год вы знаете на название имя будет назвали нуты имя фамилия отчество год рождения да да это выиграет приезжайте за результатов он он у вас позитивный нужно чтобы вы завтра ехали в больницу в общем девочки я конечно как с одной стороны расстроилась что и маме я же уже сказала что все все меня я во вторник у тебя уже с утра в общем я вчера и туда и сюда и туда и сюда это просто был вообще какой-то кошмар меня вчера чуть не оштрафовали сейчас тоже расскажу в общем кошка шашлыки съела но и все 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 до такой степени вот куда не ткнись все фигово в общем с одной стороны расстроилась что она не придет что вроде бы как ну и голос приятным и лично не виделись с другой стороны узнаете страх такой же от того что он так вот наймешь человека а он больной придет или скажет что там переболел или что он здоровый и заразит и и меня и всех на свете но в общем девочки вообще не знаю новости посмотрела передают что украина на первом месте среди европейских стран сейчас по заболеваемости затем в instagram показывали что нет уже место в больницах все занято в детской больнице кажется 50 кроватей свободных во взрослых уже даже те которые дополнительные с пятницы на выходные за выходные сделали и уже их буквально за час заполнили но это то что говорит говорят и пишут в новостях потом проверки тоже в instagram такие ролики люди выкладывают общем полицейские останавливают выхожу из магазина это уже не ролики это уже мое личное и у нас проверки там их по три по четыре полицейские ходят проверяют чтобы ну как маски чтобы люди надевали соблюдали меры дистанции и так далее чтобы не болтались не шатались короче говоря обычно как я или очки когда протираю там или маску надеваю я ее стягиваю с одного уха момент здесь болтается я там короче очки протерла на дело потом опять закрепляю потому что если ну очка реки знают если маску неправильно надеть то воздух теплый будет выходить и очки запотевают а если такие вот узелки ты завязываешь вот это вот все на переносицы сильно зажимаешь и сверху надеваешь очки то очки ну как линзы не запотевают и ты можешь нормально видеть и тут я даже не стягивала вот эту лямку короче не снимала лямка просто стянула маску на второй день насморк я вот это не могу никак с этой погодой сориентироваться и выхожу от тепло одета мне становится жарко я начинаю расстегиваться шапку снимаю естественно вся мокрая вся вспотела ветерок дунул у меня то ухом болит то гланды болят у нас макну общем опять нос не дышит но я в общем вы начинаю высмаркиваться мне говорят наденьте маску я говорю подняли наденьте маску почему вы без маски да да очень неправильно чтобы почему без маски я говорю вы смаркиваюсь я ж говорю не возле кого-то не я говорю здесь так что мне говорю как я кручу через маску что лили в маску смаркаться ну понимаете такой то такого абсурда все это доходит что уже слов никаких нет по и что творится в киеве как показывали такси вот эти вот новая болт когда 600 гривен 500 чем-то там за какой вот участок в десять раз вот этот вот то ли менеджер сказал в 10 раз повысилась цена на такси играет это не мы поднимали а люди не могли уехать на работу и женщина показывает она медсестрой работает перепуске или чего-то там у нее не было там нужно два документа чтобы в метро зайти или в транспорт сесть и одного из этих двух документов ее не было и полицейский говорит я не могу вас впустить я не имею права вас по на так как как мне на работу в общем там люди на работу не смогли приехать такси не могли вызвать у тех кто сто лет машину не водил взяли машину стали на общем ну короче я не знаю до чего мы вот так вот докатимся до чего мы дойдем у меня уже девочки все руки опустились я уже ничего не хочу занятия у нас идут с 9 и в 16 15 заканчиваются и физкультура у меня девочка которая от маникюр делаю еще есть одна приятельница и детки как и моя миленка первоклассники но правда других школах учатся в разных тоже не в одной это один то два урока там никакой физкультуры никакого пения никакого малевания ничего малевание то рисование ничего нет у нас есть все даже студии на кому как кружки на которые дети ходят после учебы и виршики мы учим конечно что я вам хочу сказать это просто ну как бы так выразиться подарок наверное для родителей то что наши дети домашнее задание делают в школе с преподавателями потому что настолько у меня вот сейчас вот целый день вот загруженный у нас пауза идет где-то с часу до пол третьего да где-то с часу до пол третьего так чтобы там длительный вот этот перерыв и а так вот это мы учим и скороговорки надо учить и домашнее задание задают конечно там немного ну чё там первоклассником но тебе нужно рассказать тебе нужно показать там слайды всякие потом на вайбер нам сбрасывают все что там нужно это самое и насколько вот проще когда профессионалы в школе вот это дело что ты родитель вот но ничем не занимаешься я помню со старшим но как первый там немножко во втором классе какие-то там задачи всем такой самостоятельный был и когда вот не там подруги я чуть типа на продленку не сдашь я буду в принципе там раз-два объяснил и ничего сложного и вот сейчас я понимаю какая-то разница когда на продленке с ребенком занимается и при том что она вот все это понимает схватывает я уже ну как сто лет назад училась плюс сейчас все это на украине в союзе училась все у нас еще на русском было сейчас все на украинском плюс новые технологии там у них даже математика расклад числен мы так не делали конечно интересно потому что все по-новому но пока сам разберешься пока ребенку это все объяснишь там цветочки разрисовываешь то она все дома сделаю в школе сделала домой пришла и мы там ту книжку можем почитать то что-то лепим то что-то печем готовим но в общем как бы уже идет не время не тратиться на уроке а мы занимаемся тем там чем мы хотим заниматься а сейчас вот это конечно не очень очень хорошо когда вот есть такая возможность что детки все учат в школе а дома уже твою личное время в общем не знаю я говорят что не откроют нас 19 числа что так вот мы и будем закрыты ну как закрыты что этот локдаун или что ну как его назвать красная зона я уже не знаю что это что-то будет продолжаться общем тут такие прогнозы что наверно до конца учебного года мы будем на дистанционке муж мне говорит я приеду вас заберу я говорю а ты заберешь а мама как в общем не знаю я не знаю и тут тоже не туда не сюда никуда не выйти не погулять эти ой ну я не знаю девочки и погода начинает налаживаться как бы такой период апрель весна и с одной стороны два человека нашли уже с британским вот этим вот вирусом смутированным остальные не знаю с каким если раньше было как знаете приболел заболел там нос заложен ты уже так запаха не чувствуешь когда он у тебя не заложен горло болит уже и вкус не чувствуешь так когда у тебя горло не болит и как-то все это было ну сразу писали то сейчас нет все строго проверяют и на эти самые тоже ехали с таксистом так он говорит симптомы появились пошел сдал тестами назначили ничего не подтвердился но говорят через четыре дня почему через четыре дня в общем ничего не понятно во франции через 7 на 8 надо сдавать здесь через четыре дня надо сдавать что в общем сдадите сдал повторный тоже не этот самый звонила спрашивала про вакцину говорю как там ну по поводу вакцины говорят что еще никакой вакцины представляете ну я не знаю в новостях одно говорят что все тут вакцинируются но может в киеве в харькове а тут не до вакцины но в общем не знаю я потом прочитала про вот это зенека или как она еще с опять что неправильно я скажу наверное у меня название у меня столько различных других забот хлопот что у меня там второстепенная в голове не откладывается что ее запретили что он там смертельно опасная правда это не правда это в общем я не знаю во франции то же самое одно запретили другую разрешили в общем вакцину только для тех кто там в группе риска но если бы я хотела наверное меня уже провакцинировали по что мне письмо приходило из-за того что у меня щитовидной железы нет что я прооперирована как бы я и после то ли 65 то ли 70 лет я не помню там кого-то тоже в первую очередь вакцинируют медработников наверное в общем девочки не знаю такое настроение передать не могу не могу сказать что у меня апатия не могу сказать что у меня депрессия просто руки опускаются я не знаю уже уже за что не возьмешься все все шашлык кошка сняла я девочки заказала в этот у нас есть обалденный ресторан так там готовят вкусно шашлык люля кебаб хачапури лаваш ну общем все заказала шашлык получила поставила положила и пошли мы же дальше начались уроки я как бы стараюсь не сидеть там возле нее сижу на диване а наш там сама занимается и аж пока он там занимается я там тут у тут он общем свои там дела свою делаю там под это самое в общем свое делаю и слышал как-то такие звуки непонятные захожу а я поставила ну как пакетом накрыла вытащила думаю чтобы они же приносят как бы в такую жестяная да она не не жестяная из фольги такая коробочка и там зелени лаваш если сразу не достать тот этот лаваш становится мокрым и такой не очень вкусный я значит достала лаваш отдельно положила чтобы он мокрым не был высок же шашлыка выходит отдельно и накрыла пакет нет чтобы убери ты дура в микроволновку в духовку но в холодильник то нет потому что ну чтобы он такой более-менее тепленький был как раз перед обедом было ну что вы думаете ася залезла то что то что надоело топа надкусывала ну что это такое да конечно может сказать сама виновата знаешь что кошка нафиг оставляешь на столе ну может у меня уже башка вообще не варит не знаю девочки ну такого не может быть чтобы куда не сунься все плохо наливала чай чай на руку разом кипяток на руку разлила ну что это такое вообще не за мусор мусорный пакет французские мусорные пакеты они не рвутся поставила все стала завязывать понесла и не знаю что там было она как этим самым может картон какой-то такой ну как острый знать бумагой даже можно кожу порезать так и это разрезался я короче в лифте с этим ой девчонки ну боже ну что это такое может точно пора было на можелю я не знаю не слышит ни меня не вселенная никто меня не слышит прошу благодати какой-то чтоб надо мной хоть как-то где-то жалились и что-то ничего у меня девочки не выходит что-то тоже про 7 лет писали что 7 лет какой-то круг там чего-то не было у меня 7 лет все плохо нормально все было или а это наверное имеется ввиду что лет эти 7 лет плохие начинаются девочки у меня так не пугайте а то я вообще андрю 7 лет и 7 лет тут 7 месяцев даже не выдержишь а вы про 7 лет говорите такого кошмара хотя с этим коронавирусом это еще надолго это это не закончится ни через год не через два или пока не переболеют те кто выживет останется с иммунитетом или же чтобы нашли действительно какую-то такую вакцину чтобы провакцинироваться как от других заболеваний которые ну эти вакцины от всяких там болячек ладно девчонки не буду вас больше грузить буду появляться время от времени потому что времени него нет реально сегодня тоже и с к маме сбегала вчера тоже самое уроки получили кушать надо теперь что-то готовить я думала нам этих две порции шашлыка и по кило мяса нам у так вот его хватит и на обед и на ужин думала там чего-нибудь какую-то пюрышку приготовлю капустки порежу с морковкой и будет нам великолепный ужин и ничего на обед доели то что мы готовили вчера в общем но ася хорошо педила ладно девчонки целую вас обнимаю в общем кто знает як бороться с тем шо не везе пищить буду читать и буду действовать иначе все уже никакого терпения не хватает